Да ладно, какая разница, у нас же не строгий формат. Не строгий. Нет, давайте тогда границу вот так поставим. Так мы должны друг друга представить для начала. Певица-бриллиант, лауреат локальных конкурсов, победительница конкурсов красоты, владелица юридической компании и, на минуточку, кандидат мастера спорта по вольболу. Уважаем. Спасибо. И Богдан Хмельницкий, мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по ММА, среди любителей по версии дабл... 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 Дабл Си-Эф-Эф. Дабл Си-Эф-Эф 2013 года и его профессиональный рекорд 6 побед и всего лишь 2 поражения. Это очень круто. Да, я их помню. Так, наша задача простая. Значит, мы задаем друг другу вопросы о ремесле друг другу. Я вам, вы мне, вы мне, я вам. Ну, как бы, таких 10 глупых вопросов. Ну, может быть, и не глупых. И отвечаем по мере возможности честно. Ну, начинайте, задавайте. Вы первая. Вы выбрали направление ММА для того, чтобы драться легально? Ну, то есть внутреннее желание или агрессия, может быть, требовало своего выражения? Ну, можно сказать честно, а можно красиво. Если красиво, то я сам по себе такой лево с сердцем мыши. То есть я крупный, сильный и при этом трусишка. И вот я всегда, именно поэтому, стараюсь делать какие-то сложные для себя вещи. Прыгнуть там в воду с вышки там. Еще, ну, вы понимаете, да? То есть не хочу чего-то делать и прям себя заставляю с кем-то поругаться, сказать кому-то нет. Ну, бои это прям, ну, здорово. Ты каждый раз себя заставляешь, какие-то тренировки, выйти на соревнования, выйти на бой. Это всегда очень сложно, тяжело. И я прям вот, ну, а ММА, ну, тогда тот момент был модный и, ну, только начиналось, да? И конкуренция, наверное, была небольшая, не знаю. А это если красиво. А если честно, я просто был организатором спортивных мероприятий. Мне заказали организовать турнир по бою без правил, тогда еще так это называлось 20 лет назад. Я организовал, а один из людей не приехал. Заказчики были криминальные элементы и нельзя было подводить. Я переоделся и пошел драться. Вот, я пошел подрался, потому что деваться было некуда. И как-то затянуло после этого. Второй вопрос. Какая музыка, по-вашему, играет в аду? Однозначно, рок. Простите, любители рока, но я действительно так думаю. Потому что это тяжелая музыка. И она никогда не ассоциируется с чем-то светлым, добрым, с любовью. Это исключительно в моем мнении. Но почему тогда все рокеры такие, так странно выглядят, так дерзко, провокационно? Например, Джон Бон Джой. Держин, правда, дерзкий. Вообще, рок, в принципе, это музыка протеста. Начинается. Ну вот. Не значит, что он темный. Но я понял, в аду играет рок. Но вы наверняка уже знали мой ответ заранее. Ну, как бы вы сказали, шансон или дабстэк. Кстати, к шансону я отношусь очень даже лояльно. Мне нравятся многие композиции. Особенно Шафутинский. Любовь Успенская и ее старые песни. Я пойду. Куда? Хорошо, ваш вопрос. Каково это сломать кому-то челюсть? Какие чувства вы испытываете, когда причиняете боль своему сопернику? Или не просто боль, а вот прям конкретный ущерб? Ну, приятный чувство. Ну, что тут греха-то ведь? А у вас есть друзья вообще? Если во время соревнований, ну, во-первых, мы не чувствуем боль так, как голова болит или там порезался. Ну, конечно, на адреналине там все по-другому ощущается. И тогда я ее причиняю, например, сижу сверху и бью кого-то. Ну, это нанесение ущерба, это очки. Я понимаю, что мне надо выиграть. То есть, ну, это удовлетворение. А после боя бывает жалко своего соперника, хочется им помочь? Да, бывает. А вот однажды, два раза, я сломал руку человеку. Ну, один раз во время соревнований, один раз во время тренировки. То есть, я делаю прием, он не сдается, и она ломается. И это отвратительно. Поэтому, если так до сухого, суть вопроса вашего, ну, нет, ну, совсем ничего хорошего-то нет причинить боль. А так, ну, в футбол мы играем, что боремся или не буксируем, как родится. Ну, вообще, бывает ничего. Смотря кто, потряски. Или в переходе на набережную, на площади, и делали это для заработка. Какой бы был план выручки за смех? Вот вы заработали. В переходе или на площади? Ну, где, неважно. Вышли на набережную в Сочи и пошли. Не, сегодня 30 минут. Ну, если мы говорим, как бизнесмены, то надо понять, какой трафик в этом месте, и примерно рассчитать... Набережная в Сочи, Юльмирь. Я даже не представляю, сколько проходимость людей в этом месте. Ну, наверное, минимум тысяч 50 в день. То есть вы думаете, уличные музыканты столько заработают? Ну, не все. Если я о себе говорю. Я же красивый, достойный музыкант. Спасибо. Спасибо, понятно. Скромно. Хорошо. Ваша очередь. Лично меня интересует, и я думаю, многие, кто плохо понимает вообще, что такое ММА, допускается ли допинг спортсменам, которые участвуют в боях? Проверяют на допинг? Нет, не проверяют. Сихи мячут. Да? Конечно. А для выносливости или для чего? Мы с таки решили сделать карьеру, да? Попробую, попробую, попробую отначить. Нет, ну, если мы говорим там о профессиональной лиге, например, в США, основной, главной, ну, есть комиссии, есть допинг-контроль, есть допинг-скандалы, ну, и, пожалуй, все. Больше никто геороссийских ребят никто не проверяет. И даже я не слышал, ну, может быть, виталийс, в азиатских не проверяют. Поэтому, конечно, все химичат. А вы тоже химичите? Ну, прямо сейчас нет. А когда чемпионский титул получали, химичили? Да, химичили. О, вот этот мне понравился. А вообще, в чем прикол в поп-музыке? Мне же нет смысла. В песнях в поп-музыке, но нет смысла. Ну, кровь, кровь, кровь. Я думаю, что это больше такой развлекательный контент. Так, без какого-либо глубокого смысла. Для того, чтобы люди могли веселиться, отдыхать под эту музыку. То есть, ничего серьезного. Ну, ладно, хорошо, ответим. Все понял. Я так и думаю. А расскажите, вот, пожалуйста, про то, как ломают уши. Почему у многих бойцов поломаны, а у вас нет? Сначала, почему у меня не сломаны? Потому что я слабый спортсмен. Если критерий крутости и уровня борца, бойца, это сломаные уши, значит, я слабый спортсмен. Ну, я не думаю, что это показатель силы или слабости, потому что я знаю, что некоторые делают это намеренно, для того, чтобы продемонстрировать. Короче, ну, безусловно, ломают уши, ну, по-разному, плоскогубцами, тисками. Я даже знаю одну историю из вашей жизни, как вы одному парню ломали ухо дверью, да? Дверью, шахматными досками, утюгами, ну, по-всякому. Большая индустрия. Конечно, это круто. Это как бы, безусловно, 100% в нашей субкультуре, это очень круто. Это многие годы, если у тебя сломано ухо, значит, ты спортсмен, ты борец, ты боец, все, значит, с тобой лучше не иметь конфликтных каких-то вопросов, так и так далее. Это значит, ты много тренировался, много выступал, а раз у тебя уши перемены. То есть, своим видом ты уже социальное сообщение несешь, что со мной очень связывайся. Что делать, если вы забыли текст во время выступления? Напевать. Если вы, давайте представим такую гипотетическую ситуацию, вы поете вживую. Да. Ну, можешь так быть иногда. Да, знаете, как многие артисты делают, они направляют микрофончик в зал и говорят, давай, 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 вспоминаем слова все вместе. Либо напеваешь, мелодию продолжают, да, ла, 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 ла. И главное, делать вид, что все в порядке и не подавать всем своим видам, не вызывать сомнения в публике, чтобы забыл слова. Вот так. Спасибо. А как настраиваться перед боем, особенно если, например, в жизни происходят разные события? Это на самом деле вообще совсем не глупый вопрос, и он прямо в точку, потому что все можно наработать. Драться можно научиться, бороться можно научиться, мартышку можно научиться драться. А есть свои секреты, может быть, чтобы вы порекомендовали? Потому что иногда бывает, ты вроде как настроен, выходишь в публику, и тебя начинают отвлекать перед боем. Может быть, не разговаривать ни с кем-то с ребятами. Ну, смотрите, еще раз, в боксе шесть ударов, два прямых, два сбоку, два снизу. Ну, что их научиться бить-то? Ну, два года, там, десять тысяч раз. Любое движение повторять десять тысяч раз, все равно превращается в навык. То есть научился бросать, бить и так далее. Дело же именно в этом, справиться со страхом, выйти и вот этот навык реализовать. Накачаться, стать сильнее, выносливым, ну, бегать, тренируйся, это все возможно. А вот то, что в голове, в сердце, вот это самое тяжелое. Да, психология, как себя не накручиваем. Самое, это самое сложное у всех, и у кого генетика, кто ментально сильнее от природы, ну, тебе и становится чемпионами, в первую очередь. Уверенность в себе, это вообще номер один дух. Настраиваться до блинника. Вот реально никак. По крайней мере, на моем опыте. Я чего только не делал. И смотрю, как асты, как другие. Ну, девяносто процентов просто. Вот ты заходишь в зал перед боями, да, в раздевалку или куда-то, и все, в шапках, куртках, он огреется, бам-бам-бам-бам, раскидывает, по лапу бьет, это все от нервов. Ну, прям нервы. То есть он, ну, смотри, я нормально бью, он думает, у меня вроде все получилось. А, ноги отбросил, вот, зашел тут. Ну, все-все-все здорово. То есть разминаться, ну, типа, кто-то просто лежит там, спит, кто-то слушает музыку. Я читал японскую поэзию, играл, братья Емельяненко в карты. Я люблю японскую поэзию. Вот так настолько кардинально отвлекаться от происходящего? Да, да, то есть, ну, по-всятому. А рецепт я забыл. Только что хотел сказать. А, часто выступать. Чем чаще выступаешь, тем легче. Ну, ко всему же привыкаешь. И даже к страху. И у меня будет последний вопрос про музыку. Как выбирать музыку, под которую будет находить боец? Зачем это придумать? Это не честно. Это мой последний вопрос. Вы посмотрели. Я хотел спросить, если бы вы были бойцом ММА, под какую музыку вы выходили? А я вам отвечу. Я как раз на этом подумаю пока. Вы мне расскажите, для чего это придумано и как подбирают музыку? Нет, ну, по любителям никак нет, никакой музыки, конечно же. Вот. По профессионалам, ну, как для чего? Это же шоу. Это профессиональная подача, звук, свет, музыка. Девчонки с табличками, дым, конфетти-пушки там и все прочее. Я когда-то пытался, я подбирал музыку себе долго там и так далее. Мои ворочки этим страдают. У них первый бой в жизни, второй для них это важно. Нет, ну, это круто, конечно, важно. Потом мне стало пофигу, я понял, что никак на меня эта музыка не влияет, какая бы ни была. Я начал уже действовать больше на публику, ну, конкретно. Выходил, я помню, я дрался в 2005 году в Сеуле на чемпионате мира. И в первом бою, там 16 человек дрались за первое место. И в первом бою я дрался с мексиканцем Энрике Агилея. И он выходит, и ему ставят музыку, в голове не бум-бум, малолетка, дура-дура. То есть, вы вообще понимаете, это Южная Корея, в принципе, русская песня. Я, кстати, в принципе, и до и после этой песни не слышал, а вот там, как она меня запомнилась. Я там готовился, я думал, что может быть правильно, и я попросил Ванесса Мэй Шторм. Я подумал, ну, во-первых, это классическая музыка, во-вторых, она азиатка. Ну, еще, я должен сразу понравиться, там, местной публике. Они перепутали, поставили ее к какому-то монголу. Я пошел, серьезно, я слышу, ну, кто-то под музыку выходит мне. Я иду с диском, я говорю, ставь тогда вот это. Мне поставили шнур, и я свободен. Да, я вышел под нее. Ну, было ничего. Ваша какая была? Знаете, я, наверное, вышла бы под собственное лайв исполнение своей песни авторской. Да. Потому что все мои песни мне близки, они меня заводят, мне нравится. И я думаю, что это считывается и публикой, и соперником, который видит эту уверенность в человеке. Вот так. Такой нестандартный. Такой, кстати, не знаю, кто-то подобные вещи делал? Немножко. Чуть-чуть. Есть пару бойцов, которые, в основном, темнотожек, которые... Под рэп, да. И вот они там с какими-то рэперами выходят, и что-то там подпевают. А так, чтобы прям как... Дело женщины точно не делают. Мы сразу станем известными с вами. Да. Да, отличный формат. И еще один вопрос родился. Коротенький. Давай. Я не теряблюсь никуда. Представьте себе, что ваш лучший друг выходит на ринг, а он совсем не умеет драться. Какие бы вы ему рекомендации, советы дали? Короткие. Времени мало. А зачем он выходит? Может быть, ему нужны деньги или пиар, мы не знаем. Ну, короче, вариантов соскочить у него нет. Да, да, да. Ему нужно дать ценные рекомендации. Я бы дал ему один совет, не технического плана. Вот так, опустил за браво, ногу назад, упер и до талала. Получилось, не получилось. Ну, боишься все равно, ломай себя. То есть, чтобы тебя зауважал соперник и полюбила публика, ты должен быть храбрым. И не важно, выиграл ты или проиграл. Вот просто дерись до конца. И все, на, газуй. Вырубят тебя, поломают там, еще чего-то. Это уже дело не самое. Если ты убежишь, отвернешься, сдашься, вот это будет хуже всего. А ты, да, да. Вот такой, наверное, совет. Спасибо. Это была очень интересная беседа. Благодарю. Бриллиант, Байна Хмельницкий. Глупые вопросы специалистам. Мне кажется, мы отлично с этой задачей справились сегодня. До встречи. Пока.